За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 98 происшествий, из них 14 преступлений, 10 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 72 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты две единицы оружия. За неделю произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. Пострадал один человек. В целях предупреждения и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения 5 и 6 августа сотрудниками отдела госавтоинспекции по Нинецкому автономному округу проводилось профилактическое мероприятие «Велосипедист-мотоциклист». Проверено 46 транспортных средств, выявлено три административных правонарушения. В Красном произошло столкновение маломерного судна с баржей. В минувший вторник на реке Печора в поселке Красное в районе склада горюче-смазочных материалов гражданин 1981 года рождения совершил столкновение с баржей, пришвартованной к берегу. В маломерном судне на момент столкновения находилось еще два пассажира. В результате происшествия троих граждан доставили санитарной авиацией в приемный покой окружной больницы. Житель поселка, который управлял маломерным судном, госпитализирован в реанимационное отделение, а двое пассажиров с травмами различной степени тяжести помещены в хирургическое отделение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. 3 августа в связи с началом хода Семги сотрудники полиции, прокуратуры Ненецкого автономного округа и казенного учреждения, Центр природопользования и охраны окружающей среды провели рейдовое мероприятие по охране и профилактике в сфере сохранения водных биологических ресурсов в акватории реки Печора. В ходе мероприятия вниз по реке Печора в 300 и 400 метрах от поселка Искателей были обнаружены две рыболовные сети длиной 10 и 100 метров, а также семга массой около 4 килограмм. По данному факту проводится проверка. Жительница Нарьинмара стала жертвой телефонного мошенника. Полицейским она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он напомнил женщине, что в 2012 году она становилась жертвой мошенников и переводила денежные средства. Неизвестный сказал, что всем жертвам мошенников в Архангельской области будут возвращены денежные средства путем перевода на счет банковской карты. Но для того, чтобы их забрать, необходимо заплатить арендную плату за пользование банковской ячейкой в размере 32 500 рублей и 10 000 рублей за страхование денежных средств. Потерпевшая перевела 42 500 рублей на указанный неизвестным лицом счет. Позже женщина поняла, что была обманута. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции обращаются к жителям округа. Если вам позвонили неизвестные лица и начали вводить вас в заблуждение, не торопитесь выполнять все указания мошенников через мобильный телефон. Помните, что сохранность вашего имущества прежде всего только в ваших руках. Полицейские Нарьинмара раскрыли кражу автомобиля. 4 августа в дежурную частью МВД России по Ненинскому автономному округу с заявлением обратился гражданин о пропаже автомобиля. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что кражу транспортного средства совершили два жителя города Нарьинмара 1991 и 1987 годов рождения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальное наказание за данное преступление – пять лет лишения свободы. 5 августа продавец магазина города Нарьинмара обнаружила пропажу сейфа с денежными средствами, а также денег из кассы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что злоумышленники, разбив стекло с тыльной стороны дома, через складские помещения проникли в магазин и совершили кражу денежных средств и имущества магазина. Сумма ущерба составила 183 тысячи рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Если вы стали очевидцем происшествий и преступлений, сообщайте об этом в дежурную частью МВД России по Нинецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26.